Впервые в Новоуральске прошел кулинарный поединок, да, шеф. Под четким руководством шеф-повара Михаила Аракелова три городские команды соревновались в кулинарном мастерстве. Ведущим поединка стал Антон Зайцев, известный по программе «Орел и Решка». На кулинарном поединке побывала и наша съемочная группа, рассказывает Юлия Балдина. Любите ли вы готовить так, как любят это делать участники кулинарного поединка? На парковке концертно-спортивного комплекса собрались не только любители вкусной еды, но и настоящие профессионалы. Три команды, три черных ящика с тайными ингредиентами. Десять минут на приготовление – вот формула кулинарного поединка. Набор продуктов в каждом ящике оставлял простор для фантазии участников. Они могли использовать как все ингредиенты, так и выборочно. И только команда решала, какое блюдо получится в итоге. Пока команды участники разбираются, какие продукты у них находятся в черном ящике, давайте узнаем у зрителей, за какую команду они болеют и вообще любят ли они готовить. Есть ли те ребята, за которых вы болеете сейчас? А вот у нас первая команда, мы за них очень болеем. Кто у вас там? Наш любимый руководитель ДК. Мы туда очень любим ходить. Калибри клуб. Я очень люблю готовить. Мое любимое блюдо – это карбонара. Каждый раз, когда родители уезжают, я остаюсь дома, всегда готовлю ее себе. Скажи, за кого ты болеешь? За третью команду, где наш руководитель движения первых – Анна Игоревна Лебедева. Жюри оценивало каждое блюдо по трем критериям. Оригинальность подачи, скорость приготовления и, конечно же, вкус. Первая команда должна была приготовить холодную закуску из имеющихся ингредиентов. Вторая готовила салат, а третья – горячее блюдо. Все участники продемонстрировали свои навыки и творческий подход. А вот жюри предстояло справиться со сложной задачей – выбрать победителя. Набор продуктов создавал шеф, мастер-шеф Михаил Ракелов. У него, значит, были свои задумки. Какие-то задумки ребята смогли угадать и воплотить. Три команды, они шли наравне, примерно наравне. И разрыв по баллам был очень небольшой. Поэтому, да, выбирать было сложно. И не важно, кто победил. Главное, что все участники получили огромное удовольствие от процесса, а зрители – от кулинарного творчества. И кто знает, может быть, именно в этот день родился новый кулинарный шедевр или появился будущий шеф-повар. Сложно. Вот вроде бы что-то понимаешь в кулинарии, как-то можешь что-то приготовить. Ну, пускай даже самое элементарное. Но вот тот набор, который попался, вот прямо затык какой-то натуральный. А что из него можно сделать? Дыня, помидор, редиска. Вот реально просто мы, наверное, минуты две просто не понимали даже, что можно сделать. Мы сразу увидели лук, говядину, шампиньоны. Не сразу сообразили про огурцы, но с ними мы как раз и окарались. Конечно, мясо мы не успели хорошо доготовить за 10 минут, но получили вообще классные эмоции, удовольствие. Очень крутая идея. А победителем кулинарного поединка «Да, шеф» стала команда «Лаборатория вкуса жизни» Уральского электрохимического комбината. Мы готовили салат из лосося, с овощами. В принципе, сложного ничего не было. Наша команда уже сплоченная, сработанная. Поэтому мы пришли быстро к единому мнению. И только зависело от скорости приготовления и украшения нашего блюда. Ведущим кулинарного поединка был Антон Зайцев, известный по программе «Орел и решка». После его завершения награждения всех участников, шеф-повар Михаил Аракелов провел мастер-класс для новоуральцев, где раскрыл секреты приготовления идеального стейка от правильного выбора мяса до тонкостей жарки и подачи. А после каждый смог продегустировать приготовленный стейк, чтобы лично убедиться в том, как вкусно и легко его можно приготовить дома. Мне очень льстит, что меня пригласили на такой городской праздник, который связан с вашим историческим, можно сказать, заводом. И чтобы мы могли порадовать людей, поделиться рецептами. Творское ремесло – это прикладное ремесло. Его очень нужно развивать, узнавать что-то новое и пополнять наши ряды вкусной кухни. Управдывался удивительный город, несмотря на то, что он небольшой. Он такой яркий. Я четыре дня на Урале, и впервые, наконец-то, выглянуло солнце. Я уверен, что сейчас на всем Урале пасмурно, и только тут оно светит в полную мощь, потому что здесь такие же яркие солнечные люди. Я с удовольствием вас поздравляю с 70-летием города, с 75-летием комбината, и желаю, чтобы вот этих ярких, солнечных людей становилось все больше и больше. Кулинарный поединок стал настоящим праздником для гурманов. Хорошая погода, отличное настроение и море позитива. Мы уверены, что такие мероприятия станут хорошей, доброй традицией. Юлия Балдина, Данила Запивалов. Объектив. Итоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова